В Намадганской и Андижанской областях состоялись встречи с избирателями доверенных лиц кандидата от Демократической партии Узбекистана Милит Кланеш. Всё меньше времени остаётся до самого значимого события страны выборов президента Республики Узбекистан. В этом важном политическом процессе представителями пяти существующих в стране партий организовываются агитационные мероприятия. Доводится до сведения общественности предвыборные программы. На брифинге с участием Узбекистана Мамадкаримова, доверенного лица кандидата в президенты от Демократической партии Узбекистана Милит Кланеш в Намадганской области, журналистам и блогерам была предоставлена подробная информация о начале работы представителя кандидата о намеченных целях и задачах. Сейчас в каждой области и в районах страны ускоренными темпами ведётся предвыборный процесс. В частности, с 20 сентября дан старт предвыборной агитации и ознакомления с предвыборными программами кандидатов президента Республики Узбекистан. В этой связи в Наманганской области областными отделениями и активистами Демократической партии Милит Кланеш проводится ряд конкретных мероприятий в этом направлении. Чтобы представлять кандидатуру в президента Республики Узбекистан от Демократической партии Милит Кланеш, Алишера Кадырова в Намангане в качестве доверенного лица была избрана и утверждена моя кандидатура. В связи с этим был разработан отдельный календарь мероприятий в регионе по предвыборной агитации. В частности, для представителей СМИ мы провели бревинг, где рассказали о предвыборной программе кандидата, её биографии. Также намечены встречи с электоратом во всех районах, в рамках которых будет дана информация о сути и значении поставленных задач в предвыборной программе кандидата. Вместе с тем, в ходе агитационной работы сформированы специальные агитационные группы из числа активистов и руководителей партии. Перед ними стоят две основные задачи. Первая – это проведение агитационной работы среди избирателей по обеспечению активного участия 24 октября на выборах президента, а также пропаганда предвыборной программы и биографии кандидата в президенты Алишера Кадырова от Демократической партии Узбекистана Милит Клянеш. И в этом плане проводится соответствующая работа. По окончанию брифинга состоялся и круглый стол, в ходе которого были высказаны мнения о нормах проведения выборов в предвыборной программе партии, изменениях в избирательном законодательстве. Также в рамках этого мероприятия представители масс-медиа получили подробные ответы на интересующие их вопросы по теме от доверенного представителя кандидата и сотрудников партии. Агитационные мероприятия проводятся и в других регионах страны. На встрече, прошедшей в Булагбашинском районе, с электоратом была дана подробная информация о предвыборной программе кандидата в президенты Республики Узбекистан от Демократической партии Милиты Клянеш Алишера Кадырова. Эта задача была возложена на доверенное лицо кандидата Хамид Джона Амонова, который также рассказал о целях и задачах партии. Предвыборная программа кандидатов в президенты от Демократической партии Милиты Клянешева брала в себя пять основных направлений. В них отображены все актуальные вопросы – это экономика, и социальная сфера, и права человека, уважение к национальным ценностям, и, конечно же, вопросы образовательного и воспитательного характера. Особенно, что касается образовательных процессов. Мы постарались довести до избирателей, что предлагается создать максимально благоприятные условия для женщин в плане воспитания детей. В то же время разговор шел о материальных стимулах для учителей. Мы постарались сделать акцент на преобразованиях, касающихся высших учебных заведений, чтобы привлечь передовой и зарубежный опыт и внедрить его непосредственно у нас. Очень много участников наших мероприятий и избирателей постоянно задают нам вопросы касательно реформирования деятельности вузов. Это очень актуально. И, конечно же, задаются вопросы, если мы проголосуем за этого кандидата, чего мы достигнем, как будут воплощаться в жизнь направления предвыборной кампании. То есть люди аналитически подходят к предвыборным платформам каждого кандидата и они спрашивают, каковы механизмы реализации озвученных предвыборных программ. Электорат проинформировали об основных идеях, инициативах и предложениях предвыборной программы кандидата. В частности, на встречу были затронуты вопросы образования. Предложены некоторые изменения в системе управления школами, организации воспитательной работы и определение материальных стимулов учителей в соответствии с рейтинговыми баллами. В предвыборной программе Демократической партии Узбекистана Милит Кляныш отмечено, что основное внимание будет уделено формированию национальной системы воспитания и образования. На встречах с избирателями дается информация по каждому направлению выдвинутой программы кандидата.